Уважаемые коллеги, я хочу поздравить на самом деле организаторов НКВ-сеседания Алексея Александровича Трякина и Александровича Носова. Это была и какие я, 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 наверное, политически относился, я не был уверен, что удастся, так сказать, как удачу вывести, особенно, у нас нет опыта выступления с критикой, да, и не получилось такого критиканства, Получился, мне кажется, очень интересный и разумный анализ, что очень полезно для всех. Решили представить вам результаты демиологического исследования частоты мутации гена в российской популяции. В это исследование, это было бульсцентровое исследование, было включено более 35 центров в различных регионах нашей страны. И включались пациенты с гистологически подтвержденным раком, негопатичным раком легкого, которые подписывали формированное согласие. Обязательным условием было наличие парафиновых блоков для последующего генетического анализа, возраст пациентов старше 18 лет и критерий исключения не было никак. Всего было включено 838 пациентов, начали исследования в феврале 2010 года, и включение последнего пациента было в марте 2011 года, а база данных подзакрыта недавно, в сентябре 2012 года. Использовались разные методы для определения генов, секвенирования и ПЦР, и различные варианты ПЦР, в зависимости от того, в каком центре проводилось исследование. Вот здесь характеристика пациентов. 838 больных, 78% составляли мужчины, 21% женщины, что в общем-то и представляет то, что мы с вами видим, потому что в нашей стране все-таки курение является основным генетического анализа, в котором возникновение не было значимого рака легкого и подавляющее большинство пациентов мужчины. Расса преобладала европейская, было несколько, там, 15 больных с азиатской расой, негроидной расой других не было. Возраст больных был моложе 60 лет, более половины больных 58, 32%, 61,70% и около 10% старше 70 лет. В основном преобладали курильщики 46%, не курило только четверть, четверть пациентов 26,5%. Распределение по гистологическим подтипам также, в общем, характерно для Российской Федерации. Преобладает патриотечный рак, в отличие от Европы или каких-то азиатских стран. Аденокарцинома 31%, бронхобиолярный рак 6,4% и остальные гистологические формы, неморфные раки, они еще реже. Стадия, стадии, ну, как, собственно, мы с вами и видим, в жизни, в основном, это место распространенные раки и окули с отдаленными метастазами. Оказалось, что частота мутации российской популяции составляет 10,1%, причем доминировала диленция в 19-м их зоне. И последующий анализ пациентов, вот этих 85% больных с мутацией рецептора эпидермального фактора роста, показал, что 30% из них составляли только мужчины, в отличие от того, что мы с вами видели при распределении всех больных, и почти 70% составляли даже женщины. Здесь, на этом слайде, представлена частота мутации во всей популяции пациентов неморфных отлеточных раков легкого. Видно, что 4% больных из всех мужчин с неморфных отлеточных раков легкого имели мутацию, и 32%, то есть каждая третья пациентка с неморфных отлеточным раков легкого женщины имела мутацию, что очень-очень высокая цифра. Распределение по возрасту 60, моложе 60 лет, было около 50%, 46%, 60-70 лет, 39% и старше 70 лет, 13% из всех пациентов, которые имели мутацию. Вот более интересный вот этот слайд, посмотрите, здесь отмечается частота мутации среди пациентов, всех пациентов неморфных отлеточных раков легкого, и видно, что частота вырастает по мере увеличения возраста с 8% у пациентов до 60 лет, 61-70-12% и старше 70 лет достигает 14-70%. Курительный статус оказал, можно сказать, драматическое влияние, но это известно на частоту возникновения мутации в гении GFA. Видно, что 73% больных, 73,9% больных не бурили, а курящие составляли только одну десятую, каждый десятый курил из пациентов с мутацией GFA, что тоже важно, потому что само по себе факт курения не должен быть основанием для отказа в обследовании больных на мутацию GFA. Здесь представлена частота мутации гена у всех больных, генов отлеточных раков легкого в зависимости от статуса курения. Видно, что среди не бурищих эта мутация наблюдалась в 3-4 раза чаще, чем у пациентов, куривших или куривших экзотически. Здесь распределение больных с мутацией по расе. В основном были пациенты с еврохероидной расой и европейской расой, поэтому ничего нового здесь нет. Вот здесь представлено распределение всех больных генов отлеточного рака легкого частота мутации в зависимости от расы. Несколько ниже оказалась азиатская раса, но я думаю, что какие-то выводы, варианты не можно делать, потому что все-таки этих пациентов было не так и много. Вот важный слайд, и я думаю, что Елена Владимировна будет в основном комментировать его, это слайд, здесь распределение пациента по частоте мутации в зависимости от гистологического подтипа. Оказалось, что самая высокая при алино-карцинопе несколько реже при плоскоклеточном раке легкого, что, в общем, вызывает некоторые, ну, по крайней мере, может быть, поводом для обсуждения, и бронко-арвиолярный рак. Вот здесь, посмотрите, тоже интересный слайд. Здесь представлены все больные генов отлеточного рака легкого и частота мутации в зависимости от гистологических противов. Самая высокая оказалась при бронко-арвиолярном раке и алино-карцинопе, и 4% всех пациентов с плоскоклеточным раком легкого в нашем исследовании имели тоже репутацию от этого генов. Так как исследование было многоцентровое, и были пациенты из европейской части и азиатской части Российской Федерации, мы посмотрели частоту, и она примерно оказалась одинаковой. 9% европейской части до Урала и 11% после Урала. Таким образом, частота мутации гена рецептора эпидермальный фактор роста в российской популяции больных немелко-клеточным раком легкого составляет 10%. Если мы говорим о аденокарциномии, то 20%, что несколько больше, чем в европейской популяции. Мутации рецептора чаще наблюдается у женщин, у них курящих при аденокарциномии и бронко-арвиолярном раке. Ну вот, здесь перечислили 35 центров, которые принимали участие в этом исследовании, и некоторые центры включили очень много больных, даже до 49 пациентов, и из разных регионов России. А молекулярно-генетический анализ проводился в 8 лабораториях, тоже в разных регионах России. Я хочу поблагодарить всех участников этого исследования, как выполнявших лабораторную часть, так и клиническую часть. В общем, как бы в этом, мне кажется, очень важно в генетическом языке. Спасибо.